Если назвать имя Рины Зелёной, то большинству из нас на ум придёт незабвенная миссис Хабсон из экранизации приключений Шерлока Холмса и черепаха Тортилла из приключений Буратино. Это две самые знаменитые роли из множества ролей, сыгранных Риной Зелёной в театре и кино. А, между прочим, в молодости Екатерина Васильевна Зелёная никак не могла в кино пробиться. Она очень хотела сниматься, а её не брали. Снимали других. Что бы вы в таком случае сделали? Рина Зелёная зашла с тылу. Она выступила с автором сценария вместе с Агнией Барто, написав сценарий к фильму «Подкидыш». Главную женскую роль в этом фильме получила великолепная Фаина Раневская. Однако Рина Зелёная не сдавалась. Она всё своё свободное время проводила на съёмочной площадке. Корректировала диалоги, какие-то детали добавляла, следила за всем процессом. И, в конце концов, когда однажды понадобилось вести комический персонаж, она сама благополучно блестяще сымпровизировала и сыграла этого самого персонажа, домработницу. А что, собака покусала? Не, не покусала. Ну что же я бы допустила, чтобы меня собака кусала? Ну а что же она вам платье порвала? Не, не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она мне порвала платье, я бы сама её на куски порвала бы. Так для чего же вы сюда пришли? Ну вы же поймите же, никто не хочет идти, тем некогда. Свидетелям, понимаете, как будто бы мне есть время. Мне, вы знаете, за вас не плачут по безналичному расчёту. Мне девочка не кормлена, мне дежурство сполнять. Вы знаете, всё у мусоря. Ну хорошо, гражданки, я вас прекрасно понял. Вы свободны. Вот казалось бы, после такого счастливого случая предложения должны были посыпаться на Рину зелёную, как из рога изобилия. Ничего подобного. Она даже иронизировала по этому поводу, что надо было выходить замуж за режиссёром. Однако ирония иронии, но представьте себе, за целых 10 лет, всего лишь две проходные роли в кино. И вот однажды, в 1947 году, у Мосфильма, Рина Зелёная нос к носу сталкивается с самим Александровым. Александров считался номером один, режиссёром номер один нашей необъятной Родины. К этому моменту он уже снял такие культовые фильмы, как «Весёлые ребята», «Цирк» и, конечно, всеми любимую «Волгу-Волгу». Рина Зелёная решила использовать этот шанс, этот счастливый случай, как последний в своей жизни. Она буквально мёртвой хваткой вцепилась в Александрова и потребовала «Дайте мне роль». Режиссёр опешил, вормотал что-то невнятное о том, что все женские роли уже распределены. Тогда Екатерина Васильевна потребовала дать ей мужскую роль. История умалчивает, какие ещё аргументы она использовала, однако Александров дать роль ей пообещал. Однако с оговоркой она должна была сама прописать себе эпизод с учётом уже готового к работе сценария. И она написала тот самый эпизод, где гримерша превращает героиню Любови Орловой в такую секс-бомбу. Помните крылатую фразу «Губы такие уже не носят»? После выхода этого фильма Екатерина Зелёная вошла в историю кинематографии как признанная королева комического эпизода. «Губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Бабе, ещё главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно не годится. Это, я думаю, будет хорошо. 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 Средняя пухлость. Сексапил номер 4.